Две планеты с одинаковыми массами обращаются по круговым орбитам вокруг звезды. Для первой из них сила притяжения к звезде четыре раза больше, чем для второй. Каково отношение радиусов орбит первой и второй планеты? Ну вот я тут даже рисуночек нарисовал и написал закон всемирного тяготения, которое нам поможет разобраться во всем быстренько и хорошо. Итак, смотрите внимательно. Первая звезда притягивается сильнее, чем вторая в четыре раза. А раз она притягивается сильнее в четыре раза, значит она находится ближе к звезде. Потому что чем дальше от звезды, тем сила притяжения будет меньше. Она будет не просто меньше, она будет обратно пропорционально квадрату расстояния. То есть если мы увеличиваем расстояние в два раза, сила притяжения будет в четыре раза меньше. Ага, вот вам и ответ на этот вопрос. Вот вам и ответ на этот вопрос. Понятно, что я сказал? Если расстояние будет в два раза больше, значит сила будет в четыре раза меньше. А если, допустим, расстояние будет в три раза больше, да, то сила притяжения будет в девять раз меньше. Обратно пропорционально квадрату. Ага, значит я сказал, радиус будет больше, а сила будет меньше. Понятно. Радиус в два раза больше, сила в четыре раза меньше. Поэтому соотношение радиуса, отношение или соотношение? А, отношение радиуса, да, отношение, отношение. Вот радиусов будет один к двум. Вот и все. Один к двум. Ответ понятен. Но, в принципе, если нужно строго это все доказать, может смотреть дальше, как можно прийти к этому ответу. Все. Итак, сейчас мы получим более подробное объяснение. Мы получим. Вы получите. А я расскажу. Один к двум. Так. Итак, вот звезда. Вокруг нее вращается первая планета. Радиус R1. Вот вокруг нее вращается вторая планета. Радиус R2. Ну, звезда что делает? Притягивает вторую планету. Да, притягивает. Притягивает первую планету. Ну-ка, естественно. Ф1. Так. Что мы знаем? Ф1 на Ф2. Это у нас 4. Отлично. То есть, звезда притягивает планету первую в четыре раза сильнее, чем она притягивает вторую. Так. Закон всемирного тяготения. Для звезды, для первой планеты F1 равняется G, M, M1 и на R1 в квадрате. Все? А чем уравняется F2? G, M, M2 на R2 в квадрате. Отлично. Ну, делим. Делим, делим, делим. F1 на F2 равняется. Вот так пишу. G, M, M1 на R1 в квадрате. Тут пишу. G, F2, да? M, M2, R2, R2, 2 переходит вверх. Вот G, G, M, M. Сокращаем. Массой задачки дано, что они одинаковые. То есть, масса первой и второй планеты одинаковые сокращаем по условию задачи. М1 было равно M2. Ну и все? То есть, F1 на F2 это 4 равняется R2 в квадрате на R1 в квадрате. А возьмем-ка мы квадратные корни в левой и в правой части. Да? Вот квадратный корень отсюда и отсюда. Ну, что получим? 2 равняется R2 на R1. Все! То есть, радиус второй планеты в два раза больше, чем радиус первой планеты. А нам-то надо найти отношение R1 к R2. Переворачиваем. Ну, 2 на 1 равняется R2 на R1. А если мы это все перевернем, мы получим вот это вот отношение. R1 на R2 это 1, 2. Если в десятичных дробях написать, будет 0,5. Ну вот. И все решение. Ничего сложного нет. Вот и все. Спасибо за внимание. Ну, если вопросы возникли, напишите. Я с удовольствием отвечу. Всего доброго. Бай-бай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова